здравствуйте меня зовут юлия сегодня у меня очередной этап расхламления что-то мне не понравилось из декоративной косметики что-то из уходовой давайте начнем с бальзама для губ лакри с spf 15 12 грамм я так полагаю можно использовать и для детей по текстуре это такой вазелинчик тает на губах но он дает горький вкус во рту поэтому пользоваться я им не буду он идет на выброс из маникюрных принадлежностей ежедневный уход на основе хитоза на лосьон для ногти от клавио пользовалась два-три раза у меня так и стоит и стоит и стоит это просто такая водичка которая впитывается в ногти и ничего не происходит он не знаю может быть я не поняла этот продукт и может быть им нужно просто чаще пользоваться но мне этот процесс не понравился покупала вот такие кусачки они абсолютно не эргономичны они не ложатся в руку маловато здесь лезвия всего лишь 5 миллилитров и не хватает вот этих вот ручегов наверное в общем они должны быть длиннее так ими пользоваться абсолютно неудобно тоже выбрасывать буду недавнее мое приобретение от faberlic это у нас увлажняющий гель для размягчения кутикулы во первых мне нравится аромат во вторых ничего эта штука не делает мне кажется обычное масло для кутикулы работает лучше поэтому тоже выброшу от бронзиада салфетка автозагар здесь 4 штуки прошу прощения здесь уже истекают срок сроки годности но я знаю что я не буду этим пользоваться автозагар вообще не моя история мне нравится их запах в общем то я думаю что ничего хорошего для кожи они тоже не делают поэтому буду избавляться от парусан шампунь активатор для женщин 200 миллилитров где у меня был наверное в коробочке лиза бокс у него довольно таки немаленькая цена это германское производство сам по себе шампунь имеет такую прозрачную консистенцию желтоватый оттенок пахнет нейтрально но он волосы спутывает так что их просто никакими масками и бальзамами нельзя нормально смягчить он их настолько пересушивать что даже если будет какой-то эффект предотвращение выпадения стимуляция роста в общем то что он делает с длиной волос это для меня абсолютно неприемлемо поэтому наверное отправится он у меня для на стирку ковриков так и остались у меня средства декоративной косметики ружба не руж уже сто лет лежит у меня две миниатюрки это бронзер жидкий очень красивый продукт я знаю что есть у него поклонники мне нравится эффект который он дает на коже можно использовать наверное так как бронзер поверх тональной основы либо добавлять в тональную основу для на придания такого эффекта свечения ну наверное лучше его использовать просто на кожу без какой-либо тональной основы в моем случае я с ним не подружилась потому что если его добавлять именно в тональную основу том он уменьшает ее стойкость он не фиксирующийся то есть вот сколько он у меня находится на руке столько он будет таким влажным как бы когда начинаешь его уже так растушевывать сильнее до чтобы как-то он впитался он вообще разъедает тональную основу я с ним не подружилась очень красивый эффект на руке но на лице я не поняла как им пользоваться вот так что две миниатюрки у меня отправляется на выброс потому что уже очень очень долго они у меня лежат как-то я пыталась с ними поработать но ничего не вышло так из тональных основ make up forever ultra hd у меня темный оттенок 125 или yellow 315 5 миллилитров здесь с помпы очень удобная упаковка но для меня откровенно темный я до такого состояния не загораю если я нанесу на руку наверное будет нормальный эффект но руки у меня я не знаю во сколько раз более загорелые чем лицо поэтому я его пыталась как-то разбавлять более светлыми оттенками в общем мне не хочется этим заниматься мне текстура очень нравится это тональная основа у меня были другие более светлые оттенки очень дает такое тонкое натуральное покрытие для меня ее нужно припудривать иначе она быстро исчезает с лица но не хочу я с этим темным оттенком больше мучиться так живанши тэнт кутюр сити баум с spf 25 5 миллилитров хороший нейтральный оттенок номер 200 принципе мне можно было бы наверное посветлее что-то но он у меня не на лице этот она эта тональная основа не лежит вот она какая-то пластилиновая она не впитывается у меня в кожу лежит на поверхности когда начинаешь больше растушевывать покрытие пропадает ну попробовал и попробовал общем то я не знаю сколько раз я пыталась носить и с каким-то другими средствами смешивать но все только хуже становится поэтому идет на выброс и поэза называется ли поэз не знаю как правильно это водостойкая увлажняющая тональная основа для сухой нормальной и комбинированной кожи и плюс только в том что очень светлая прям для белоснежек вот такая для меня светлый оттенок очень не нужно тоже ее с какими-то вариантами смешивать но здесь вот та же ситуация она какая-то пластилиновая как вот этот живанши начинаешь как бы растушевывать и вот тоже покрытие куда-то девается полностью не скажу что она может быть она и водостойкая но она не стойкая кожным выделением и довольно быстро она тоже с лица съезжает и покрытие получается хорошего не дает либо вот лежит такой маской на поверхности если растушевывать меньше но в общем тоже она у меня уходит ну и последняя последняя вещь это уже не из коробочек красоты то что я самостоятельно покупала это сиси крема шанель сто лет назад уже куплен здесь конечно все сроки годности уже вышли стандартные 30 миллилитров spf 50 20 оттенок 2 в линеечке по темноте не знаю может быть они уже переформулировали эту тональную основу оттенок очень красивый мне очень нравится такой нейтральный отличное покрытие дает она фиксируется ее можно не припудривать но моя проблема с этой тональной основы в том что у меня после ее использования возникает воспаление неважно как я ее буду смывать мицелляркой гидрофильными маслами просто какую-то каким-то средством для умывания гелевым неважно я потом несколько дней должна делать какие-то очищающие маски какие-то восстанавливающие маски чтобы кожа пришла в нормальное состояние наверное у меня здесь одна треть осталось в общем то я старалась и не часто пользоваться и надеяться на то что это в общем то что то другое дает такой эффект ну вот не знаю почему так что там за ингредиенты которые так раздражают мою кожу но наверное уже пора давным-давно с ней прощаться конечно не буду я экспериментировать покупать новую версию в надежде на то что улучшили состав но если нет таких проблем как у меня то средство прям для меня идеальная и по покрытию по стойкости и по тому что есть spf составе ну вот вот так придется придется прощаться в общем то есть у меня еще тональные основы которые можно использовать поэтому жалеть не буду напишите ваше мнение может быть чем-то из этих средств про пользовались я просто не поняла как надо их применять и может быть я поторопилась но в любом случае жду ваших комментариев и благодарю за внимание всего доброго до свидания